Прочти видео до 100 рублей продуктами. Но вы сегодня возьмем 1000 рублей и покупаем все на целую неделю продуктами С учетом калорийности В конце видео мы это приготовим полностью на целую неделю И почитаем сколько у нас получатся калорий и белков и жиров и углеводов И сможем на этом накачаться 1000 рублей в неделю сможем Сможем? Изи Мы можем снимать Я снимаю себя И так же мы живем в Украине Поэтому можно снимать Снимать? Это не отдельная республика Это Украина Я понимаю Украине Да В нашем магазине Возв�� в полицию Ну как это нельзя, если по закону Украины можно? Мы же в Украине или где? В Украине. Ну так и все. Я прошу вас, вы в Мазине. А мы просим вас взять полицию, потому что мы специально пришли ролик снять, понимаете? Вот если у вас будет заявление на этот ролик... Какой? Полиции? Не в полиции. А куда? А меня снимать надо. Не, я себя снимаю. Не себя? Я документирую свой путь просто, я заряженный. Не, серьезно, ну можно снимать в любом. Не можно. В любом публичном месте по закону Украины можно снимать. Можно. Ну хорошо, но мы все равно будем снимать. Что вы можете нам сделать? Я просто вам сказал, что вы не снимали. Так мы будем снимать все равно. Ну хорошо, но мы на это никак не отреагируем, понимаете? До свидания. Ладно. Ребят, скажите, это нормально, что к ним подходит, а потом, типа, ну, ладно, типа, блядь. Ну короче, понял, это охранник, которым нужен охранник, понял? Он насколько слабый не только физически, но и морально. Поэтому, типа, ну можно, то уже не можно. А вообще клоуны, вообще клоуны. Это было очень смешно на самом деле. Я чувствую сейчас, как литим, понял? А эти охранники, они делают нам просто контент, понятно? Да, он перешел, типа, взять контент. Да. Все, продолжаем дальше и не отвечая внимания. Итак, Льва, поскольку мы находимся в Украине, тысячи рублей у нас получается 420 гринь. Поэтому я буду закупаться на 420 гринь, то бишь, для вас это будет тысяча рублей. И первая прямая пища у нас будет овсянка. На пять дней у нас получится 500 грамм, ровно по 100 грамм на каждую прямую пищу. Это будет, в принципе, идеально. И дальше идем брать изюм. И так, на каждую прямую пищу утреннюю будет 100 грамм овсянки, мы будем запаривать на воде. Будет у нас изюм. В числе того, что его было намного приятнее кушать и все вышло намного полегче и четче. А почему запрещено? Почему запрещено? Там даже на дверях наклейки висят, что запрещено в полиции. А? Так что, что наклейки? Это нарушение закона? Нет. Какого закона? По закону разрешено снимать. По закону законодательства Украины везде в общественных местах можно снимать. Спортимент, нельзя. Это не склад, это не... Хотите, я могу передать на стаж, вызовем полицию. Хотите, можем вызвать полицию. Понимаете, поэтому можете вызвать. Короче, ребят, снова у нас пранкуют охранники, это очень жестко, но все же мы держимся. Он слился, да, ушел. Где? Мне нравится, когда к нам придумываются охранники, типа, очистили контента. Это интересно всем. Это судья драйв, я есть закон. Литена на этом весь канал построена, а мы типа тоже хотим хайп, вообще-то. Хочи? Это судья драйв. Вообще-то мы тоже хотим. Законы не распространяются на этот магазин. Дальше, ребят, к первому прям пище у нас будет по одному банану, поэтому сейчас нужно копить пять штук бананов. Погнали. А ты что-то поздоровела вам? Полиция. Полиция. Алло. Мама. Да, мама. Мне тут позволили? Да, все хорошо. Ролик снимаете? Ролик снимаем? Для ютуб канала своего окидосе. По питанию. Ну вы понимаете, что в Азене там же находилось, так было, что фото-видео фиксировали. А в вашей стране можно снимать? При наявности журналистского удостоверения. Нет. Это же не профессиональная съемка, это любительская. Мне сказали так-то так-то так-то. Робей так-то так-то так-то. Ну я понимаю, это плохо, конечно. Короче, ребят, пока мы сняли отношения с охраной, мы продолжаем снимать, потому что мы заряжены. Красота, бро. Короче, да, надо банан купить пять штук. Выдевайте головой. Вот эти пять бананов по каждому банану, на каждой пилем пищи со всяким калутом идеально. Супер. Погнали? Да. Это понял? У нас специально человек, мы наняли его, чтобы он решал проблему с охраной, когда мы снимали на ролике. Это наш представитель. Руси, он отвлекает и понял всех. Да, мы снимаем видосы. И так я второй пилем пищи, это будет, по сути, второй завтрак, потому что на первый завтрак у нас не было белка совсем, будет только углеводы. Короче, спустя где-то полтора часа в идеале. Короче, берем три яйца и так же сейчас купим овощи, это будет идеально. Самое главное, ложиться, чувак, в тысячу рублей. Ну это будет из-за этого, да? Да, из-за этого, да? Да, из-за этого. Мы его поджарим. Так же сейчас возьмем еще два больших красных перца. Все это поджарим и в качестве клетчатки с сельцами, это будет очень круто. И так я дальше у нас... А можешь еще руковолить теперь снимать? Да. Только чтобы я был здоров. Такой здоровенный. Чтобы я был в камере. Чтобы я был в камере. Чтобы я был в камере. Короче, а дальше у нас два перца. Стой, стой, подожди. У тебя в банке реально на пол экрана. Да? Как всегда. Как ты такой здоровый в камере? А, я не знаю. Короче, да. Этот прием пищи уже готов. Два яйца и так же. Будет салат поджаренный, чисто овощи. Овощи, короче. И дальше идем покупать рис. И самое главное это мясо. И так я третий прием пищи. Мясо, конечно, чтобы накачаться нужно обязательно мясо. И потом берем ровно килограмм курицы. По 200 грамм, получается, на все 5 дней. Это будет, в принципе, идеально для меня пищи. Это где-то 30 грамм белка даже больше. И сейчас соусом также рис и соевый соус. И что, ты думаешь, ты накачаешься на этом сам? Вообще-то я уже почти накачался. Где? Покажи где. И так для дачи у нас будет лис. Лис. Лис? Лис. Длиннозерновой, короче, рис. Тут получается ровно килограмм. Вот, 200 грамм на каждую пищу и 200 грамм мясо. И также соевый соус будет. Это будет, в принципе, идеально. У тебя что-то все идеально, в принципе. В принципе, у меня вообще-то все экспонировано было. Я знал, что я снимаю. И тебе видео не хватит, да, на это все? Да, я просто так грамм прочитал на самом деле этого все это. И типа я от курса и все. О, красава. Соевый соус. И все это будет соевым соусом, ребят. Такой баночки, в принципе, пытаются на неделю обычно. Блин, заебали. Это перед денировкой. Можете не снимать? Что-то не раньше? Как тебя никто не снимает? Ну да. В смысле, блять? Мужик, иди, иди своей дорогой. Серьезно, не мешай. Мы, видишь, снимаем видео. Мы снимаем это сейчас, покупаем закупку. Слушай, не ты коммент. Да нет, может, я успокоюсь. Я тебя успокоюсь. Все, 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 все. Я понял. Ранкеры, на которых вы заслужили. А ты что, пацан актер реально? Ну типа нет. Нет, нет, нет. Короче, ребят, после тренировки, потому что после риса с курицем мы идем на тренировку, у нас будет чисто одно яблоко закинулся сразу же в раздевалке и уже домой будет полноценная прямая пища. Поэтому берем сейчас пять яблок. Все, успокоился? Так, а дальше мы после тренировки приходим домой, спустя где-то 30-40 минут, готовим себе макароны вот такие. И так же, поскольку у нас ограниченный бюджет по белку, там жестко не получится. Всего лишь будет одно яйцо вареное с макаронами и также будет кетчуп. Ну уже последний прием пищи, который мы сейчас пойдем возьмем творог, он уже полностью закроет нас по белку. Неплохо так, неплохо. Ты сам придумал? Видел? Видел? Да. Конечно. Это лучший момент вообще в твоем видеоблоне. И так вот эти макароны у нас будет ровно плодом яйцо, который мы возьмем с этой пачки. И так же будет детский кетчуп, который в принципе не так жестко напичкан консервантами и всякой дранью. Но в принципе, мне кажется, он тоже не идеален. Но он все-таки будет. Дранью? Дранью. Ты сказал дранью? Дрянью. Дрянью. А что это за чувак с нами ходит постоянно? Кто это? На самом деле, ребят, я нанял менеджера для того, чтобы он продумал все мои видео, мне намного проще, поэтому он просто если заказывает, говорит там, что мне нужно говорить. На самом деле, это просто очень, понял? Мне приходится только ходить в зал и качаться. Короче, прием пищи. Снимаешь? Короче, от последнего приема пищи у нас будет творог. Мы берем вот такой творог, ровно отнять пачек на целую неделю под 200 грамм каждые 0,2% жирности. Это будет идеально. Единственный минус, что нас не хватило бюджета для того, чтобы взять что-то к творогу, чтобы было попроще его кушать и было не так жестко. Но все же, поскольку мы очень жесткие, мы просто нереально жесткие, мы будем хавать его без ничего. Можно и без ничего на самом деле, это тоже неплохо. Запываю я водой, короче. Просто водой, по харькору. И сейчас я так же сделаю. Арнольд тоже так делал, когда еще ничего не придумали к творогу. Он без ничего его хавал. И горячку. Ладно, сметанам. Зашло. Сметана. Сметанам. Не со сметаной, а со сметаном. Итак, и вот, короче, мы уже закупили все, все уже готово. И сейчас мы идем на халстер, сплачиваться, но, к сожалению, не буду там снимать, потому что охранник уже стоят там с пистолетами, и они, короче, готовы нас убить. И мы сейчас купим все это, и окажем, скорее всего, уже дома. Увидимся дома. Короче, вот мы уже находимся дома в общей сложности. Тут получилось где-то на 430 с чем-то гривен. Ну, короче, это плюс-минус тысяча рублей. Я думаю, плюс-минус 50 рублей не играть на какой роли. Так вот, дело в том, что сейчас мы это все приготовим полностью, все переремом пищи на каждый день, на 5 дней вперед. И, в принципе, я не настраюсь, что все это придется, скорее всего, выбросить, потому что не смогу все сесть за один раз. Возможно, сейчас какой-то в конце устроить челлендж для себя, постараюсь максимум сесть в курицы. Тут примерно килограмм, потому что, в принципе, сейчас голодный. Ну, и так же там очень, думаю, неплохо все зайдет. Короче, начинаем готовить. Первый у нас овсянка. Погнали. Короче, ребята, это карата, все наши овсянки, которые мы купили тут, 500 грамм ровно. Ну, и так же тут пакетики немножко осталось. Сейчас рассосуем все это по тарелочкам. Это получается по 100 грамм на каждый день будет. И так, ребята, это наши все приемы пищи овсянки, которые будут на первой прием пище ровно по 100 грамм везде. И так же дальше мы посыпаем много изюмов каждой прием пищи. Ну, и так же я в каждом первом приеме пищи нас будет подным бананом утром. У нас тут ровно 5 бананов. Раскладываем все ровно здесь. И, кстати, ребята, я немножко не умею считать, потому что я не ходил в школу, поэтому у меня получилось почему-то здесь 6 требований. Ну, мы готовы на 5 дней, поэтому, ну, придется брать, потому что бананов 5 ровно получается. И дальше, ребята, у нас идет по плану второй завтрак. Это у нас овощи и так же белок в виде яиц. Начинаем тоже готовить. И так же, по поводу яиц я думал, конечно же, их жарить, но потом я понял, что это чисто правильное питание, поэтому прямо сейчас мы их все заварим, все 20 штук я решил заварить, потому что они будут более полезными и никакого масла, никакого дерьма не будет. И так, ребята, белковый завтрак номер 2 уже готов. Прямо здесь у нас лежат все овощи. И так же теперь берем холодные яйца, завареных каждую эту тему вложим сюда. И так, ребята, вот он второй завтрак, полностью готов, полностью белково. Белково-клетчатка! Ой, просто идеально. Так же, как и наш первый прием пищи. Пушка. И так, а дальше у нас прием пищи номер 3 непосредственно будет уже, скорее всего, перед самой тренировкой. И так, что у нас будет? И так, ребята, раз, три, два. Один. И так, ребята, наше мясо уже готово. 5 огромных кусков по 200 грамм. И дальше наш рис. И так, ребята, наш прием пищи номер 3 уже готов. Мясо уже на месте, полностью везде, по каждому кусочку разложено. Получается по 200 грамм мяса. Так же по 200 грамм риса. Это, в принципе, идеальный балансированный прием пищи. Ну и плюс мы просто это соусом закинем и пойдем на тренировку. И так, ребята, дальше прием пищи. После тренировки сразу же мы кушаем одно яблоко на 105 штук, на 5 дней. И уже дальше приходим домой, где-то спустя, не знаю, 30, может, час даже. Мы готовим. Следующий прием пищи. У нас это получается. Перем пищу номер 4, макароны и так же яйца начинаем. И так, ребята, берем макароны, все вот эти, и просто делаем вот так. Все это, это нищие. Ну и так же, ребята, нас тут осталось 5,5 яиц, которые мы варили. И по одному яйцу, получается, сюда. Ну и все это мы заколбасим, короче, с кетчупом, с детским, который будет максимально, надеюсь, не вредным. Там не так много консервантов, хотя, думаю, они там могут быть все-таки, короче, кучи. И вот эти макароны пристенировки. Ну и, конечно же, ребята, есть белок, который нам нужно компенсирует наш последний прямой пищи, номер 5, который будет чисто творог, 200 грамм творога, вот этого. Потому что это будет чистый белок, тут всего лишь 0,2% жира, 200 грамм творога. Тут чуть больше, ребят, чем 32 грамм белка на всю пачку. Это, наверное, идеальный прямой пищи перед сном. Но, конечно же, у нас не будет ничего для того, чтобы можно было полегче впихнуть. Но если ты хардкорный, если ты хочешь набрать жёсткую массу, и тебе насрать на вкус, на аппетит, ты просто запихнешься у себя в подвешенную воду и держишь спать. Так что, ребята, снова посыл это видео в том, что можно питаться, даже несмотря на урезанный бюджет. По сути, 1000 рублей неделю доступно каждому, каждому человеку, который хоть где-то работает, и в принципе тебе хватит денег на то, чтобы нормально питаться, на то, чтобы ходить в зал, так же, там, хватит на спортивное питание, ну и, конечно же, хватит на личную жизнь. Не знаю, там, подарить цветы, девушки, что-то ещё. Даже хватит, наверное, откладывать, если нормально зарабатываешь. Короче, в принципе, питание и бодибилдинг, и тело встретиться и избрать, как много денег, всем кажется. И здоровое питание, это не так дорого, как всем кажется. Потому что, если ты питаешься дерьмом, то, соответственно, намного больше денег ты потратишь на лечение своего здоровья, на лечение своего организма, и за некачественные еды. Поэтому питаемся, ребята, правильно, качаем банки, всё как обычно, зарабатываем бабки, и, короче, теперь мне нужно это всё съесть, потому что всё это время, сколько готов, там, 2-3 часа, я очень хорошо проголодался, поэтому сейчас буду, наверное, кушать лиц, буду мясо есть и овощи. Ну и дальше уже я пойду на тренировку ног, где мы собираемся сегодня присесть, спаше 200 кг, это будет крайне жёстко, крайне нереально для меня заливание суки. Так вот, всем пока, увидимся в следующем видео, всё как обычно, ставите лайк, пишите комментарии, короче, там, ну и поняли, пока. Короче, ребят, повторяю, это ялка, риса, с курицей, вот так же вот эта штука, идёт очень хорошо, сейчас буквально через 2 часа двигаемся на тренировку, где я присяду 200 кг, но это не точно, и увидимся уже в следующем видео, точнее присед будет в следующем видео.